здравствуйте друзья с анекдота начну но он в тему нью-йорк небоскреб скамеечка там внизу сидит мужик такой благообразный пожилой сигару курит бежит мимо девушка с планшеткой там видит его подбегает гид сэр это мы тут опрос курильщиков проводим может быть вы не откажетесь ответить там на пару вопросов давай где чё ж она будет сервера сколько лет вы курицы лет 50 уже курю а а что вы курите такой сигар и выдавит но это такие специальный состав я вот их люблю вот все 50 лет вот их курю да говорит а что за сигары сколько они стоят но ведь но они ночи дорогие они там каждая сигара по 100 долларов так говорит 100 долларов и и сколько же выгод в день выкуриваете 2-3 могу выкурить и она говорит подождите подождите две-три сигары значит 250 долларов в день на 365 дней в году на 50 лет послушайте это вообще вообще представляете что если бы вы не курили вы на эти деньги вот вот этот небоскреб могли купить вот возле которого тут сидеть тот говорит девушка вот вы курить нет так а небоскреб у вас есть а агент нет вот видишь как получается а я и курю и небоскреб мой к чему я это все клоню хорошая до хохмачка вот к чему я клоню очень много народу который знаете поговорить любят вот у нас например на канале вот он смотрит на дом и говорит этот дом не стоит своих денег понимаете тут есть тонкость одна человек который так говорит у него никогда не было таких денег ну просто он 5 он может быть купил бы что-то за 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 100 долларов а допустим за полтора миллиона у него нет но он этот дом не стоит своих денег то есть на рынке он стоит за него дают там multiple offer и да то есть люди бьются чтобы его купить там он вышел за полтора миллиона шел за миллион семьсот пятьдесят это не стоит своих денег ну правильно если ты никогда такими деньгами не не ворочил так а как же ты знаешь что чего стоит так вот пришел поговорю еще есть такая тема тоже знаете молодняк такой из сопливых вот они рассуждают это высшее образование никому не нужно милый но у тебя же его никогда не было ну как это никому не нужно это я могу сказать что никому не нужно у меня два высших образования эспирантура но я так не скажу потому что я понимаю что это очень ценно и важная в жизни вещь но но это неважно мнение могут разойтись да вот допустим мы учились учились один говорит нужно а другой говорит не нужно но у нас есть высшее образование у нас есть основание говорить о чем-то рассуждать о чем-то мы в теме а ты-то чего вот и тема этот сегодняшний разговор возник возник из того что я сегодня на стриме там был и вот девушка какой вопрос вам больше всего запомнился вот действительно был сегодня такой вопрос это вопрос о том что парень по жизни в каком-то тупике вот он для два года уже в америке английский у меня там так слабенький и я не не понимаю куда я двигаюсь зачем я двигаюсь что вообще со мной происходит какая такая у меня жизнь и я ему говорю ты знаешь научись зарабатывать есть очень много людей вот возвращаясь да к тем кто говорит что образование не нужно не имея его никогда тем киджа деньги не нужны не имея их никогда деньги не нужны может сказать тут кто в состоянии заработать или уже много заработал тот который никогда ничего не зарабатывал и говорит а я и не собираюсь зарабатывать потому что мне деньги не нужны это басня есть такая про ворону и лисицу давайте я извиняюсь лиса и виноград лиса и виноград она виноград сорвать не может и давай его обгаживать а ты сорви вот поэтому это мы это пролисую виноград мы все знаем и одно дело у тебя нет денег потому что не в состоянии зарабатывать и совсем другое дело когда ты в состоянии но решил в силу каких-то убеждений может быть я не знаю каких-то рассуждений что ты не хочешь этого дела это две очень и очень большие разницы потом еще такая история ну допустим тебе деньги не нужны ну хорошо тебе не нужно ты зарабатываешь миллион тебе хватает там не знаю 200 тысяч думаешь о чем не ломаться-то вот буду зарабатывать там нужно 200 и буду зарабатывать 200 тысяч буду работать день в неделю например но кроме тебя то еще люди есть когда у тебя деньги есть это что ты их должен это потратить на себя в смысле вот одеть на себя там я не знаю или там вертолет себе купить там мы на нем летать или что-то деньги можно потратить очень по-разному деньги можно потратить например я не знаю там дать в организации дать людям прям живым конкретным которым эти деньги кардинально улучшат их жизнь у тебя вообще есть что-то святое в жизни вот то что для тебя ценно важно понимаете есть люди которые жертвуют деньги и не обязательно при этом там чтобы их публиковали в списке жертвователей это просто дал дал денег и все потому что для него это важно вот когда деньги есть поэтому если даже тебе не нужны деньги чтобы лишнего скушать или там сесть более дорогой автомобиль может быть ты вообще машину не водит а есть дети которые голодают умирают от голода и во всем мире такое творится так вот для человека который тем более на распутье он вот вот он на распутье он не знает что как чего я нормально естественное состояние ну когда ты начинаешь какой-то путь вот и приехал в другую страну другой мир все другое с чего начать в каком направлении двигаться если ты не знаешь ну вот нет нет ответа на вопрос уже бывает есть ну скажем вот он там врач хочет стать врачом подтвердить квалификацию работать врачом у него все понятно там кто-то но я не знаю там был программистом он приехал хочет дальше быть программистом тоже все понятно а ты не знаешь мой ответ такой значит научись зарабатывать иди туда где платят деньги зарабатывай деньги у меня у меня язык не очень хороший а сколько народу траки водят у него язык хуже твоего а он зарабатывает очень нормальные деньги прилично потому что он себя сказал я приехал я хочу зарабатывать деньги плохой язык никак вам не помешает зарабатывать деньги вы можете сказать надо мне неудобно милый но сделай что-то ну неудобно да что удобно без денег ходить без перспективы ходить без понимания зачем ты приехал и что у тебя впереди ходить хотя бы начни зарабатывание денег зарабатывание денег выведет тебя на какое-то новое понимание в жизни откроется очень очень много сторон в этой жизни я вот например знаю много ребят но у нас тут из института связи на моих со товарищей соучеников тут довольно много и когда я уже приехал они тут были лет 10 например были ребят редко кто из них продолжал работать электронщиком там связистом там и так далее они все ушли в какие-то бизнесы очень многие ушли в недвижимость причем недвижимость не не купля-продажа а именно финансирование недвижимость эти моргиджи ипотеки вот эти вот и вот у меня есть товарищ который я с ним как-то на эту тему беседовал и он он был инженером жена была инженером они там хорошо зарабатывали буквально через год там пошли дом купить это давно еще было в рейгановские времена там инфляция была большая там у него там моргидж был под 15 процентов и вот значит он купил дома я когда его спрашивал он говорит ты понимаешь миша когда я понял какие деньги получил моргидж брокер вот который оформлял ему это все с его дома с одной транзакции да он где полгода спать не мог я я не такие деньги и кончилось тем что он ушел с работы начал вот этот бизнес делал его так инновационно то есть он уже тогда задействовал какие-то способы рекламы которые были основаны там на какой-то каких технологических там подходах я тоже не помню деталей но вот тебе пожалуйста почему это произошло потому что он однажды купил дом если бы он никогда не купил дом он бы только мог этих блогеров слушать знаете которые сами никогда ничего не заработали вот те сейчас все расскажут а он это прошел он это испытал у него открылись глаза на какие-то вещи поэтому когда вы зарабатываете когда вы тратите вы получаете возможность увидеть что-то чего не увидит человеку которого нет денег ну так на ютюбе может вот поэтому начните хотя бы с этого и это поможет вам сделать следующий шаг в направлении того чтобы найти уже себя и скажем зарабатывать может быть даже еще больше денег а может быть столько же а может быть даже чуть меньше но балдеть кайфовать каждый день получать удовольствие от работы от жизни от того и сего но если вы не зарабатываете хорошо это значит что вы в окружающий мир ничего не даете я не говорю там допустим мама сидит дома с тремя детьми она не должна зарабатывать но если человек уже работает и это основное содержание так с его его жизни и зарабатывать там 10 долларов час или 12 даже 20 долларов час он тут зарабатывает а чё с ним не так не так с ним только одна единственная вещь ему наплевать на мир вокруг себя он не хочет этому миру ничего давай он хочет от него получать да но давать нет для того чтобы получать надо давать больше дал больше получил еще больше дал еще больше получил почему важно получать образование потому что образование выводите на такой уровень с которого ты можешь больше дать ты сначала получил виде образования потом у тебя появилась возможность дать то чего вот этот вот не сможет которые без образования Pharmb Сори то есть он может прокормиться он может там поехать туда и сюда и заработать и тогда но не даст сколько сколько дать тот просто потому что он не не поднялся своей жизни на этот уровень вот и все поэтому спросите себя а чего не зарабатывать потому что ничто в этой жизни я про америку говорю я не говорю там про какой-то другой мир вот про америку почему же вы не зарабатываете в стране где люди гораздо хуже вас владеющие языком могут зарабатывать и вдвое и втрое больше вас просто потому что они хотят зарабатывать им нужно зарабатывать они самореализуются через заработок может быть там есть что там их мотивирует но они это могут делать и вы тоже может каждый каждый может он должен сказать себе я хочу я должен и пойти и сделать а если ты не зарабатываешь ничего ты ничего в мир не даешь а что ты получить от него хочет от этого мира ясность какую-то цель какое-то что-то сейчас кто-то должен тебе прийти и сказать тебе значит так слушать сюда значит будешь жить вот так всем начать нет никого понимаете можете слушать голос голос вам не скажет чтобы простую задачу решить не можете вы не можете просто пойти там и заработать в условиях когда каждый кто хотел заработать пошел и заработал я не говорю про миллионы зачем так 100 тысяч 150 200 почему-то не зарабатывать вот и все так что друзья такой разговор пойду проверять почту может green card какие пришли уже неделя заканчивается пятница только-только вырвался до офиса доехал счастливо